С самого утра в Приморской филармонии царит необычайное оживление. Однако люди пришли не культурно просвещаться, а искать работу. Соискатели активно допрашивают работодателей относительно своих будущих должностных обязанностей, заполняют анкеты и вполне возможно многие из них через некоторое время получат пусть не работу мечты, но вполне доходное и стабильное место. Эта ярмарка одна из самых масштабных в 2017 году. В ней приняли участие более 60 работодателей. В основном требуются кадры в строительную отрасль, здравоохранение, образование, банковскую сферу, сферу услуг. На этот раз было много предложений от компаний, которые что-то производят. Например, впервые в мероприятии принял участие индийский холдинг KGK. Во Владивостоке предприятие запустило производство по огранке алмазов во время проведения Восточного экономического форума и теперь активно набирает персонал. Причем допуск к драгоценным камням могут получить даже люди без специализированного опыта работы. На низшие категории принимаем российских граждан без опыта работы. В дальнейшем будем их обучать, естественно, обучать в рамках учебного процесса. На данный момент у нас в основном работают граждане Республики Индия и граждане Республики Армения. Это основные наши рабочие квалифицированные кадры. Активно набирает людей и судостроительный комплекс «Звезда». Им требуются сборщики корпусов судов, электрогазосварщики, машинисты крана, инженерно-технические специалисты. Зарплата достойная, жильем обещают обеспечить. Соцпакет в комплекте. Массовый набор специалистов и рабочих мы начали, наверное, в последний год только. Их необходимо очень много. Темпы строительства, производства, они растут. То есть текучки нет. То есть речь не о текучке. Просто нужны руки, просто нужны люди. Всего ярмарку посетило около полутора тысяч человек. У каждого из них свои потребности. Кто-то задался целью сменить рабочее место на более подходящее. Кому-то было важно найти хоть какую-то работу. Сейчас очень популярный специалист везде требуется. Это специалист по закупкам. В соответствии с работой с законом 44 ФЗ это закупки. Кстати, на этого специалиста служба занятости также обучает на своей курсовой подготовке. По данным Приморгстата, всего в Приморье чуть больше миллиона граждан трудоспособного возраста. Из них 986 тысяч человек имеют работу. 56 тысяч человек безработные. В службы занятости населения обратилось 3100 человек. Из них признано безработными 1800 граждан. Общий уровень безработицы составил 5,4%. Сейчас очень большая конкуренция с учетом того, что часть населения не имеет того образования, которое необходимо, а часть населения не имеет опыта. Поэтому, в принципе, прием на работу это всегда компромисс. Компромисс и, конечно, в основном работа организации по подготовке своих кадров. К слову, большинство работодателей готово обучать и растить своих специалистов. Однако, заработную плату предлагают меньше, чем хотелось бы соискателям – 25-30 тысяч рублей в месяц. Горожане, в свою очередь, надеются получать на 5-10 тысяч рублей больше предложенного. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.